Два года назад у меня родился маленький рассказ. Изначально эта история была вообще не о том, о чем в итоге получился фильм. Как всегда, я пришла с этой идеей к моим друзьям и родителям, и каждый из них дополнил эту историю своими мыслями. Моя задумка была в том, чтобы зритель мог сам для себя решить, что это – подсознание Ники или параллельная реальность. Когда отец не вернулся вовремя, Ники полностью погрузился в игру, стараясь справиться с потерей любимого папы. Возможно, даже случился некий регресс развития. Когда Ники падает с дерева, в реальности для Саши он теряет сознание. Саша несет его в больницу, Ники делает операцию и так далее. Но в подсознании Ники встречается с собакой. Собака здесь олицетворяет скорое пришествие смерти. По легенде, у Аида был трехголовый пес. Вначале моя идея была в том, чтобы в кадре было три собаки. Но потом я поняла, что не справлюсь, ведь это был мой первый опыт работы с животными. А потом Ники встречается со смертью и в реальности, и у себя в подсознании. Мы часами сидели с Арсом, который играет в фильме роль Саши, в книжном магазине среди стеллажей и обсуждали, набрасывая идеи. Именно в тот день родился образ смерти. Мы часами обсуждали с мамой сюжет, дискутировали, писали, переписывали. К тех пор мы много раз изменяли сценарий, но первичная идея родилась именно тогда. Как ты думаешь, сколько времени мы снимали? Ну, по моим ощущениям, месяцев семь. Я с временем очень плохо разбираюсь, так что я тыкнул пальцем в небо примерно два года. Не считая еще того, что когда мы снимали первое, до того, первый набор актеров, потому что у нас было два. С момента создания сценария, наверное, уже прошло года полтора, не меньше. А снимали в целом, если суммировать, все дни и съемок, мне кажется, не больше трех недель. Ну, мне кажется, съемочных дней было где-то около 7-10 суммарно. Это не считать фейлов. Если с фейлами, с учетом того, что вы помните, на сколько помните, что вы перекраивали, где-то около 20 может выходить. О, как снимачные дни, вероятно, без преснимание, поне две седмици. То есть, между 10 и 15, 16 дня и всеки ден беше с много предварительни оговорки, организация и заради това се проточи реално доста физическо време. В целом, но като за... между другото, беше много добре. Колко време не са ни отнели снимките? Ммм... Две години повиня. Как это ни странно сейчас представить, в самих дней съемок было всего 11. Все остальные два года мы готовились к съемкам. Когда съемки только начались, я еще снимала на свою камеру, с другими актерами, на других локациях. Потом, на площадке одного болгарского режиссера, я познакомилась с Цветомиром. Он пригласил в проект Павчу и Петера, и так потихоньку формировалась наша команда. Изначально главную роль играл Савва Васильев. Он играл очень здорово, но, к сожалению, по течению обстоятельств он не смог продолжить участие в проекте. Когда я поняла, что нужно искать нового актера на главную роль, мы сняли с Саввы уже 6 сцен. И когда я нашла Арсения на главную роль, эти сцены нам пришлось переснять. Мы репетировали несколько месяцев, потом я искала другие локации, поскольку поняла, что те, в которых мы снимали раньше, не подходят. Мы искали реквизит, шили костюм, я рисовала раскадровку, делала аниматик. И когда все было готово, 5 апреля 2020 года мы начали съемки. Как ты думаешь, что для тебя было самое сложное на протяжении съемок? Ну, я думаю, испуг от собаки после потения с дерева. Эмоционально в первой части съемок с первым набором актеров это сцена у больницы. Потому что там был очень эмоциональный такой момент, мне нужно было показать прям вот стресс. Я был тогда еще как бы в кавычках плохим актером, поэтому слишком как бы темные темы на голову наводил, чтобы вот как бы прям почувствовать негатив. А физически, когда я бежал с неким на руках, это был капец просто. Бедная моя спина. Пожалуй, было очень сложно из сцены в сцену проигрывать заново сложные эмоции. Потому что первый дубль я сыграла, у меня там слезы, у меня все вот это вот в душе буря. А потом опа, и нужно заново это все то же самое. И уже на второй раз как-то сложнее их в себе вызвать эти эмоции, на третий раз еще сложнее. Но в итоге всегда совсем не первый дубль оказывался лучшим. Все равно где-то дубль, наверное, четвертый, пятый. Там уже все коррективы были учтены, все какие-то притирки прошли вместе с партнером, с которым вместе работали в кадре. И так получилось, что, наверное, это самое сложное было. Самое сложное? Дубли. Нет, даже не само повторение, а фишка дубля в том, что ты в каждый дубль должен начать и как бы сделать вход в дубль и выход из него абсолютно одинаковым. Нет, не в эмоциях дело. Эмоции повторяю достаточно просто. Просто пропускаешь себя через эту ситуацию, и с эмоциями проблем нет. Проблемы основные были в положении корпуса, тела, головы, рук, ног, в пространстве, повороты, вот такие вещи. Я просто когда смотрел то, что ты мне скидывала, я сидел и думал, батюшки, надо переснять. То есть, например, в одном кадре голова так, когда спереди, затем кадр меняется, камера сзади, голова уже по-другому, и этот так резко в глаза бросается. Там на самом деле повороты буквально градусов на 5-10, но это видно, это очень хорошо видно. Я бы там вообще все переснял, с собой, вообще все. Особенно бег по полю, это вообще, это трэш. Ну да, учитывая, что тебе говорят, не беги так слишком быстро, у нас оператор за тобой не успевает. Приходилось, по сути, это, знаешь, такой условный бег на месте, ты вроде бежишь, и вроде не бежишь, при этом ты должен запихаться, и при этом еще и не подпрыгивать очень высоко, и при этом еще и не смотреть подны, ну, короче. Значи най-сложното, мисля, че беше да играя смъртта, когато умира. Мисля, че там си заслужих Оскара, или най-малкото златната малинка. Най-сложното беше да преценя във всяка ситуация, как трябва да снимаме. И по-вначалото, може би, ми беше сложно да се справя с различните локации. Да, на протяжении съемок мы встречали с большим количеством препятствий. Лично для меня самое сложное на площадке, это всегда поддерживать боевой дух команды. Даже если что-то не получается, даже если все рушится, я обязана не падать духом, не показывать своего расстройства, ведь давайте, ребята, у нас все получится. Я чувствую, что с начала съемок я стала сильнее, увереннее в себе, а самое главное, опытнее. Я вижу, что в этом фильме много косяков. Я принимаю это и осознаю, что со следующими проектами я смогу исправлять свои ошибки, продолжая расти. Я готова к критике. Это точно будет легче, чем репетировать по шесть часов, создавать хореографию битв, рисовать раскадровку, проживать каждую эмоцию вместе с актерами и поддерживать боевой дух команды. Что самое смешное было для тебя на протяжении съемок? Ну, я думаю, когда я отправил фотку, где я лежу в больнице, в группе чата. Ты рассказывал, что тогда никто особо не расстроился, что такое. Да, все наоборот обрадовались. Еще в последнем кадре, где я еду на велосипеде, у меня постоянно отваливалась педаль. Но это тоже было не смешно. Педаль отваливалась. Педаль отваливалась. Откатка и гейсус. Педаль отваливалась. Чувак, улыбнись сюда. Еще когда мы в поле бежали, и у нас все кроссовки были в грязи, плюс 10 килограммов на ногах, на следующий день я не мог ходить. Очень сильно болели ноги. То есть, это мой будильник. Мойки. Ну, самое смешное, по сути, весь процесс был забавным. Весь процесс мне понравился, как бы позитива много. Уставали мы меньше, чем получали, как бы, заряда позитива от этого. То есть, были там сцены на пляже, там, когда мы жгли, к примеру, такие вот маленькие костры. По сути, где мы не снимали, везде были костры. Везде нужно было как-то согреться. И вот это была, ну, как бы, такая ходячая шутка, что, да, везде нам нужен где-то вот огоньку немножко нужно. Какой-то костерочек, чтобы вот погреться, чтобы, как бы, позитив был. Это уже традиция, как будто бы стала. Может быть, это, но было больше, конечно. Все не вспомнить. Я не на всех съемках участвовала. То есть, я была только там, где были мои сцены. Ну, пожалуй, самое смешное, это когда в процессе нарезки яблок Арсений их ел. Ну, потому что их же надо было куда-то девать. Их было много. Вот. И для съемки очередного дубля он набил полный рот. И нужно было, чтобы он уже доживал, чтобы мы, наконец, продолжали. И вот мы стояли, ждали, когда он их доживет. И это было забавно. Зажечь, видеть, муха. Сжечь ведьму, Арсений. Когда что-нибудь хотел сжечь, маленький. Еще был классный кадр, когда снимали с машины возле монастыря. Уехали куда-то там, вообще километра за два, наверное. И Арсений там нашел стулья какие-то вброшенные. Решил на них посидеть. Там даже где-то фотографии есть. Шикарно было. Да играя смъртта, когато умира. Последно гърче. Море не се, да ви се гърче. Най-смешното. Може би да видят сетсок от смъртта. Да. Това е, наистина, много странна ситуация. Не съм сегодня ли е смешно, но е странно. Я представить себе не могла, что за эти два года я познакомлюсь с таким количеством потрясающих людей. Готовых работать со мной на чистом вдохновении, энтузиазме. Готовых вкладывать свои силы, деньги и время. Я чувствую большую благодарность и тепло. Моя съемочная группа. Павчун. Главный оператор, а по совместительству помощник в работе с актерами и в создании хореографии сцен. Цецун. Наш продюсер. Оператор дрона. Мой большой помощник в монтаже. И, в общем-то, во всем. Наш водитель и актер. Арсений Старший – мой лучший друг, с которым и был создан замысел этого проекта. Актер в одной из главных ролей. Мой помощник и поддерживатель. Матфон. 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 Хорошо. Товарищ, вы что-то такое. Подряд. Смотрите. Вот, пытаешься как-то обустроить свой... Так вот. Арсений, пожалуйста. Мама, я в шоу. Арсений, младший – главная роль. Мой старательный актер, любитель в буквальном смысле играть с огнем в паузах между дублями. А где те смартфоны? Данил – мой удивительный актер. Человек, который так загорелся и день, что приехал на съемки из другой части страны. Человек, с которым мы целый месяц перед съемками репетировали по видеосвязи. И потом целых два раза болтали часами на рассвете перед сменами. С такими людьми забываешь о разнице в возрасте в 20 лет. Моя мама – актриса в одной из главных ролей, а по совместительству они с папой мои большие и незаменимые помощники во всем. Это люди, которые готовы ехать на другой конец города в любое время года, в любую погоду, чтобы получить нужный результат. Это люди, которые готовы предоставить свое оборудование. Цецу готов по много часов сидеть у себя дома и монтировать вместе со мной на своем компьютере. Папчо готов переснимать один кадр до тех пор, пока не получится максимально хорошо. Он поразительно терпелив, спокоен и всегда добивается потрясающих результатов. Вся съемочная команда трудится, не покладая рук, чтобы воплотить мою идею в жизни. Это так удивительно для меня. Несмотря на все сложности, препятствия и преграды, мы завершили этот проект. Я очень рада, что это время я провела среди этих людей. Я очень надеюсь, что мы и дальше продолжим работать вместе. Я очень рада, что мы видим, где меня положили беспокоен. Но мы все dares acidить, когда говорят, что указывают, что пос February 2, месяц, какойiens мой, капитальальных мест, который продажается именно его к нам. В respuesta уже не будет. Да, но что я почти не могу. Добавая, спасибо. Видите, что ты услышит, почему тебеasti не поможет, чем ты отправишь? Простите?